всем привет с вами негатив бой против аниме и зевса пошел я с чайником он у нас здесь на позиции наземщика авиатора ну в общем того игрока который играет на этой карте я на позиции моряка аниме тоже у нас вот здесь вот моряк короче и зевс тоже играющий боец эти два игрока не по большому счету весь бой обычно противостоянием флота занимаются и никак не принимают участие в помощи своему напарнику ключевые игроки здесь вот на этих позициях я считаю ну если более-менее равные игроки то есть на море пробить друг друга очень тяжело что той что той фракции пока что если герои подтянутся будет уже маленько другой вопрос ставлю пушку сразу потому что понимаю что это аниме сейчас он заберет этот ящик своими перекормленными дельтами просто в наглую полезет ко мне на базу выносить мне электростанции или еще что-то и так далее поэтому пушку в тыл чтобы вот эта фигня здесь никак не сработало и все дельты начинают у нас сразу же отлетать ну а тут аллигатор сейчас подтянется rush обломался чайник у нас в третьем штабе но тоже по моему он спер кстати ящик вот этот вот то есть точнее он спер а я за свой даже бороться не стал потому что ну кайман у меня не качаный он старый баланс полностью воевать против качаных дельтам смысла нет вышел значит две верфи поставил полностью экономику и сажусь на производство флота нужно как можно быстрее собрать пулку от третьего штаба и пробивать потому что аниме он всегда играет через снабжение чтобы максимально там быстро выйти в четвертый штаб и так далее и то есть если сесть на производство то можно его количеством задавить именно на ранних минутах зарашить так сказать проводит напарник у меня разведку здесь два авиазавода один завод зевсов один завод до счета четвертый штаб уже здесь плюс-минус зеркальная картина только два за шлема до ягуаров вот ставится второй авиазавод то есть будут играть по взрослому и по авиации и по земле пишу напарнику чтобы он разведал что здесь с обстановкой потому что я пошел вот на этот фланг хотел заходить именно сбоку ударять торпедки обычно ставят вот так вот вдоль и 2 будет работать а 2 с этого фланга не будет и благо что я его попросил разведать тут параллельно вертексов еще цепляем то есть напарник сейчас смотрите показывает ключевой момент то что флот аниме вы выдвигается вот на эту позицию то есть он решил здесь что он отобьется каким-то образом и снести мне вверх и надо заказом дожать я на морской разведке соответственно возвращаю весь свой флот сюда сразу же в построении его напарник помогает показывает что флот зеленого игрока у нас отступает тут все грамотно выставлено то есть тоже сейчас будет борьба идти за ящик я делаю построение и принимаю решение идти в атаку потому что там строй как-никак нарушен был плюс я увидел что викингов там меньше и отправляю весь свой флоты 100 к в атаку видим что викинги разбросаны то есть есть шанс смять именно один фланг и потом зайти в борт даю ему захватить этот ящик и аллигатором пошел вперед забираю первый вот этот к сожалению я ему все-таки отдал и забираю параллельно 2 как я говорил этот фланг я перебиваю здесь у нас до заказ подтягивается и заходим в борт уже викингом и начинаем их сносить так напарник у напарника здесь авиабои плюс наземка уже с хамелеоном выдвинулась то есть стоящих продолжается борьба пишу чтоб он быстро разведал мне вот эту позицию есть там уже торпеды три или четыре штуки или нет по-прежнему там одна и так далее но чтобы мне понять имеет смысл мне сейчас рисковать и продолжать пробивать потому что как бы слиться не особо хотелось вот он не разведывает видим что здесь ставится сразу три торпедки всего четыре викинга и я принимаю решение пробивать плюс напарник помогает авиации своей вертексы тоже сюда пошли кстати синий игрок прям в масс авиацию ушел сажает напарнику всех кречетов и вот здесь момент которая в бою просто не увидел он начал выносить мне вверх здесь прикол в чем то есть верхние аллигаторы ими я фокусил викингов одними двумя штуками я пытался зафокусить именно строящиеся торпеды чтобы они не встали продолжая двумя верхами пытаюсь задавить но и вот здесь я понял что до заказ куда-то делся я проглядел что у меня одна верфь осталось видите четыре аллигатор висит но продолжаю продолжаю давить у них здесь авиабои потихоньку идут плюс напарник выдвигается наконец-то наземкой на синего игрока я подумал что ну все ребята то есть вы согласитесь все она вот она победа в кармане о чем я говорил он на четвертом штабе 3 верфи я на третьем штабе через 2 играю здесь короче появляется вот это вот чудо авиация вот вам аллигатор с мощнейшим кого как говорится которого так боятся конфедераты и просят такую фигню на викинга поставить сколько вертексов упало я еще ни одного не увидел на ребят короче лечею мне здесь дает прикиньте я уже пробил здесь они мои короче а меня какие-то вертексы брен просто прогнали и все я понимаю что мне вверх срочно нужно поднимать я потерял весь свой флот ставлю торпедки я на третьем штабе против 4 я подумал что мы все г.г. приехали напарник поднимает сюда свою авиацию не дает встать торпедку но глупо было бы согласитесь если бы не произошло именно так как произошло вага здесь он еще наземки напрягает но тут тоже зевса щит каким-то образом он отбивается через один завод короче наземная атака у моего напарника тоже захлебывается остается у него полу до 100 миллионов 2 тоже так понимаю высаженный опять кречите на перехват короче у него атака тоже захлебнулась я восстанавливаюсь вышел в 4 штаб сел тоже на снабжение понял что все бой затягивается то есть пробить быстро я уже не пробью и напарник решил видимо низом здесь идти на зеленого игрока вертексы опять же в догонку кречитом накидывают группируется он с хамелеоном дожидается отряд но блин все что вылезает сейчас все будет убито идет прорыв аниме разумеется ставить стенки потому что отбиваться ему здесь просто напросто нечем я вижу этот прорыв аллигаторов управляю на этот фланг чтоб хоть как-то может зацепить вертексов плюс попробовать выбить зевсов и плюс рассчитывал что аниме сюда флотом пойдет перекрывать соответственно дорогу на землю в общем прорывается все-таки егэхам но хамелеон все вздохший не рабочий 3гг маловато ну и разумеется вертексы начинают здесь делать свое грязное дело выбил пока что он по моему только одну казарму раскладка разложиться через пару клеточек надо было бы чтобы сплэша вот такого не было может быть он что-то успел бы еще прихватить а так прорыв был обречен здесь кстати вот идет небольшой отряд отвлекающий но наземку уже успела вернуться тоже непонятно на самом деле залет встречи пошли короче у нас кончились наземка кончилась я такой сижу смотрю думаю блин братан но я тебе вообще никак не могу сейчас помочь просто чисто физически тащить в этом бою теперь уже только тебе как говорится валит он завод до считает на самом деле достижение я считаю то есть все таки а так успешно и вот эти три ягуара как минимум не добил к сожалению авиазавод переключился на зевсов контроля чуть-чуть не хватает так в принципе можно еще два аэродрома смело было забрать забирает ресурсы начинает здесь восстанавливать армию у меня тут как бы начинается окружение аниме каким-то образом я рассчитывал все таки попытаться пробить потому что мне ничего больше не остается так же как и ему сидеть здесь торпедами клепать лоб и так далее может быть конечно в авиацию мне стоило выйти тоже параллельно но не вижу на самом деле особого смысла потому что мало делать ее это без толку а много делать это потеря по аллигатором критическое в общем продолжаем здесь выстраиваться аниме тоже застраивает у нас торпедками вертексы кстати просто вот наглую начинают залетать выбивать мне здесь с краю по одному аллигатору без потерь абсолютно разведку они провели увидели огромную такую линию аллигаторов поняли точнее аниме понял что флот все-таки ему придется делать видим что там производится по-прежнему викинги так вертекса опять то есть по одному аллигатору мне топят и возвращаются на аэродромы идет просадка у меня напарник заходит у нас там кстати еще один аллигатор был потоплен напарник заходит начинает есть стреляться зевса щитом такой момент тоже синий конфедерат не сделал ни одного тора это я думаю что роковая ошибка была в этом бою надеяться чисто на вертекс и на умение стрелять взяться щитом более на такой карте заходит напарник мой в тыл получается начинает валить аэродромы вертекса сажает всю авиацию мою напарнику тут я кстати вижу перегруппировку викингов я сел на воздух чтобы помочь как закон трикер вертекса начинается носить здесь все заводы встреч повыбивали по его на базе нету вывалится завод дохама напарник валит аэродромы то есть но конфедерат тоже не глупо сыграл пусть он видел что аэродромом конец но хотя бы реализовал свою авиацию то есть носит здесь всех кречетов два завода до ягуаров завод бета миллиона и короче разнес фактически всю базу до согласитесь напарник видимо в этот момент включил сюда я ему пишу что это у него хамелеон здесь все сели я следил у меня все фулка я сижу смотрю думаю так кто из них интересно победит контролировала и гахан за него ну вот у вертекса садится топлива я включаю голд воздух они хоть как-то что-то здесь начинают получать плюс летят медленно довольно ну хотя бы получают на такой скорости и напарник все-таки прорывается плюс здесь до заказ зевса щит ушел затем отрядом отсюда подходит 2 то есть начинает валить новые аэродромы а этот отряд уже идет носить аниме но они мы разумеется был не готов к этому то есть ну чисто физически не мог я вышел кстати 5 штаб он еще в четвертом почему-то куда-то он сильно потратился на самом деле потому что буквально недавно мы все видели что в плюс вышел именно он после моей атаки ну и напарник валит ему в общем штаб начинаем здесь пробивать я чуть-чуть выжидаю жду когда он побольше административки снесет там электростанции еще что-то плюс дожидаюсь фулку от этого штаба то есть вот такая вот линия у меня аллигаторов полностью от берега до берега в полкарты напарник здесь продолжает тихонечку валить переключается видимо на зевса щит да надо было все таки наверное сливать эту армию об электростанции по максимуму и здесь я понимаю что ждать уже нечего либо мы сейчас сольем либо я пробью я короче вот такой вот линии атакую давайте сниму синий игрок пытается помочь флотом я по миникарте видел то что сверху я пробью потому что там количество за мной торпедки не работают а вот снизу я в проигрышной ситуации то есть у него здесь еще огромная линия флота стоит а у меня на этом фланге пусто то есть меня расчет был пробить торпедки снести верфи перегруппироваться и уже потом разбивать этот фланг плюс идет до заказ трех верфей перестраховываю ставлю больше торпедок чтобы посадить случае чего вертекс и если атака будет успешный чтобы хоть как-то отбиться от контратаки прыгает он с густа на буст видно что торпедки то работают то не работают ну и по итогу он их лишается нижний фланг я проиграл когда я говорил и я отступаю то есть наверх нужно перегруппироваться встать в ряд я выбил здесь все торпедки построить он сейчас ничего не может до заказ он сделать не может то есть здесь по-прежнему идет разнос его базы добивают конечно там последние эти ягуары ягуаров вертекса перегруппировался встал в ряд и разворачиваемся идем в контратаку на тянущихся по две по три штуки викингов плюс отсюда заходит до заказа сбор по количеству плюс-минус было наверно одинаково но такой выигрышной позиции разумеется я его перебиваю и море на этом они мы у нас полностью проигрывает здесь есть конечно две торпеды сносим вверх но аллигаторов моря то есть пытался он есть еще вверх и поставить но все море он проиграл сносим все административку но сдаваться они не намерены то есть он отстраивается отстраивает вглубь базы напарник у меня только что недавно потерял все заводы он еще не установил завод дахамов даже пытается здесь кречитами не дать восстановиться аниме а сносит соответственно административку которая встала за реконструкцию сто процентов я в этот момент уже тоже ставлю авиазаводы я в пятом штабе решил играть через четыре потому что в гигахом выходить смысла нету здесь у нас авиатор нужно помочь своему напарнику именно авиатор в этом деле он видимо послабее ну а он у нас восстанавливает технику завода дахама к сожалению нету вас кречита нету ну по большому счету ничего нет пустая база есть кречита расставляю аликов то есть это у нас будет повозить вдоль береговой линии прикрывать наши самолеты синий игрок у нас разведать наши базы я побоялся что он вышел на самом деле в луч напарник летит к ним и пытается выйти цеску тоже не наглеет удар сделал отступил как вытягивает вертексов на моих аллигатор вот они маленько получают вот здесь кречитами работает добирает эту административ чтобы аниме у нас себя не особо комфортно здесь чувствовал то есть он в третьем штабе восстановился ставит тоже авиазавод так и я напарнику пишу ну там затишье какой-то гри давай-ка разведай то мы сейчас с тобой уж получим будет прекрасно просто но лучше здесь нету то есть ставится завода тайфунов потому что он понял что сейчас просто его будут мучить авиации два авиазавода авиа авиазавода масло масляные вот так мы не мы у нас тонко тихонечку воскресает добавляет плохи поле смену чили наземки у напарника нету от слова совсем вертексы от аллигаторов хотя бы получают и стон еще перехватывает но ничего не сбиваешь а скорее всего кречит у нас опять будет потеряны до потрачник знатный пролетают вам вверх еще один от аллигаторов так я не летаю пока я сел на производство авиации ставлю пока что через три авиазавода играю ну здесь у меня уже там 9 10 на был и вот когда количество набрал я решил пробовать атаковать так летим сюда лечу в разброс то есть не пачкой пытаюсь побивать тайфуны выманил вертексов то есть вертекса у нас получают от аллигаторов ловит он меня здесь кстати неудачный маневр с моей стороны добираем цеску и вот здесь вот болен прям катастрофа потерял эту всю авиацию сбили мы наверное что-то 3-4 вертекса ну пару на единиц наземной техники убили так ну и по-прежнему делаю чисто москречет если не вы меня пыталась разведать белым вертекса напарник тоже ушел на москречет диких я подгоняю у него тоже дикий но до хамелеона вот он еще только начинает восстанавливать завод свой так пошел он здесь значит 12 кречетов все тайфунчики тайфунчики я тоже на перехват поднимаю своих кречетов и теперь у нас начинаются авиабои решил набирать электростанцию теперь нужно прессовать синего игрока зеленый у нас нас синий кстати повторно проводит разведку его аниме не получилось и решил провести их века и на делегаторами решаю добрать забрать точнее по ложку одну и сразу же по делегаторов не любит как бы ловить моих кречетов делаю снова разворот лечу забирает следующую полку по большому счету забрали 500 ресурсов сейчас плюс лишили антиэра напарник летит тоже забирать видимо плохи рано разворачивается полюсники пачки сейчас получим вертоксы на патруле агрится на аликов получают в этот момент я уже на самом деле понял что в любом случае здесь победа я мог поставить на самом деле ядерку но решил доиграть через юнитов вышел до альбатросов ставлю 4 авиазавод ну и будем сейчас фактически это на самом деле я считаю что уже пошло издевание издевательство над конфедератами в этот момент уж мы их полностью обложили забираем пвохи потихоньку ресурс у меня капает мне как бы вот ну потерял я кречет и потерял решил забирать здесь плюс тайфуны зацепили разменяли еще на одного кречета как напарник вышел хамелеона заново идет уже наземный атак и ягов у него полно он понял что по авиации его сейчас перекрывать буду осенний он в масс тайфун ушел так он подумал что все наземки его атаковать никто не будет и зевс у него походы нифига особые нету четыре или пять штук нет он 6 подтягивается тайфунов уводит так пошел кстати масс вертокс уже от аниме я так понимаю он вышел в четвертый штат пытается набрать обороты плюс вертекса от синего но торов нету то есть хочу я и говорю ведь пошли уже мои кречеты я решил щит попробовать выбить но к сожалению что включить плюс напарник кречетами добирая все-таки щит ну и короче здесь масса вина масса авиа вален короче начинается не силами уже по авиации плюс дикие короче ловим друг друга пытаемся я упор по моему сделал именно на зеленые вверх потому что это аниме нужно его лишать первую очередь авиацию чтоб он не набрал критическую свою мощность иначе он потом авиации может разнести наземку у нас подыхает к сожалению так как был один хамелеон всего лишь напарник сюда своих кречетов поднимает начинает ловить авиацию синему игроку разменивает свои самолеты на самолетов оппонента и опять остается напарник у меня по большому счету без армии дети у меня стоят то есть отрабатывают по прежнему я пишу что я буду атаковать своими альбатросами я набрал три штуки завод до зевсов чтоб потом потихонечку выбивать аэродромы иначе без завода он просто не сможет их строить то есть нашу единственный завод до зевсов ок речетами лечу сносить аэродром забираем его зевсов теперь взять ниоткуда и здесь я на развороте ловлю еще вертексов синего игрока он полетел за альбатросами а я их сбил они вы конечно пытался ему помочь но там аллигаторы то есть все особо то я говорю дальше не полетаешь синий игрок опять же пытается на перехват уйти но попадает подалек а я решаю добирать административку то есть посаживаю по лесам сам набираю обороты забираю пвуху они мы тоже начал делать тайфуны потому что они не могут на самом деле сейчас отбиться никак от авиации вертекса уже не так эффективны из-за аликов и из-за дикобразов то есть я их обложил и напарник снова с одним хамелеоном идет в атаку начинает точнее продолжает пробивать синего игрока зевсов взять ему сейчас просто неоткуда будет потому что завод я ему снес аниме конечно пытается спасти но он тоже не делает не торов ничего то есть делают масс вертек вышел кстати аниме тоже до зевсов не знаю на самом деле зачем то есть синему игроку нужно было уйти мне кажется в наземку побольше тайфунов и побольше наземки ази зеленого после того как он от масаве выполз уйти просто на авиацию все и они бы здесь нормально еще по сопротивлялись летят значит у меня альбы один не долетает я решил забирать завод до щита окречетами летим фокусить вертексов аниме по пачке заряжаю здесь еще сбивая синий тоже у нас поднимает свои самолеты я решил нафиг сваливать сюда под аллигаторов потому что я там огребать начал разворачиваюсь вижу что есть тайфуны просто это не понял куда у меня авиация резко упала потом я увидел что сколько там тайфунов и решил отступить вертекс это же одниких получают завод до зевсов только только восстанавливается завода до щита нет и не синий игрок уже ну все ребята он пробит то есть по большому счету на этом бою же сейчас будет заканчиваться уже пытается аниме здесь конечно сопротивляться отбиваться но синему что делать без щита и гахом они уже не отобьют я загоняю уже сюда своих диких потому что понимаю что зевсов то здесь нету чтобы дикие тоже отрабатывали по вертексам ну и напарник поднимает свою авиацию я по моему да на общем восстановление лечим истребители и сейчас пойдут у нас альбатросы будем добивать уже синий кончается полностью кретчатами по две штучки по два тайфуна начинаю фокусе то есть двум собираем раз еще будем скорее всего оставшихся будут добивать уже все альбы по моему или завод и аниме снес мне они здесь уже сдались то есть идет чисто добитие базы да даже добить и не было завершили бы бой в общем комментируйте всегда я любил на этой карте играть единственное за что я ненавижу то что на ней часто луч или ядер повторюсь я конечно строю периодически но в идеале стараюсь по максимуму отыграть без ядерного оружия возможность у меня здесь было спокойно ядерку зарядить и не париться но захотелось поиграть так карта сама по себе интересная комментируйте пишите что думаете все спасибо за просмотр всем удачи всем пока а